В отделении Тверь Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, обсуждая проблему противодействия мошенникам, говорили о непростой ситуации, сложившейся в минувшем 2022 году. Мы все ощущаем последствия того санкционного давления, которое оказывает западный мир на Российскую Федерацию. Мы ощущаем и видим те явления, в которых выражается это давление. И буквально каждый день сталкиваемся с новыми проявлениями вот этого воздействия. Любой возможностью в сложившихся условиях пользуются преступники. Это, конечно же, хакерские атаки на кредитные организации. И вторая важная тема – это хищение денежных средств со счетов физических лиц. Структура Банка России под названием Финцерт активно борется с этими проявлениями, не только мониторит, но и во взаимодействии с кредитными организациями вырабатывает механизмы борьбы с различного рода проявлениями. Пик хакерских атак в прошлом году пришелся на март месяц, когда количество этих атак увеличилось в 40 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Затем был небольшой спад процентов на 40, но с июля-августа месяца опять постоянно растут эти проявления. Количество атак увеличивается. В основном это дидос-атаки на сайты, сервисы кредитных организаций. Все эти попытки нам удается блокировать. Попытки воздействия, негативного воздействия на финансовую систему. Вызывают тревогу и атаки на счета физических лиц. На руку мошенникам отсутствие у многих жителей правильной поведенческой модели в сфере финансов. Одним из основных способов хищения средств со счетов физических лиц являются механизмы так называемой социальной инженерии. Когда путем воздействия на сознание человека через телефонные звонки, через сообщения стремятся получить доступ мошенники к ключевой информации, к паролям, к номерам счетов и многое другое. И уже затем использовать эту информацию в своих целях. Напомним, в 2022 году в России зафиксировано почти 900 тысяч мошеннических операций. Общий объем изъятых обманом денег превысил 14 миллиардов рублей. Колоссальная сумма. Мошенники используют проверенный алгоритм обмана, подстраиваясь под реалии времени и беря на вооружение массу поводов. Это и, допустим, блокировка прекращения хождения карт зарубежных платежных систем МИР, Мастеркард, ВИЗа на территории Российской Федерации. Это и то, что, например, отключают банки Российской Федерации от системы SWIFT. Это и то, что, допустим, в последнее время часть кредитных организаций подпали под рестрикции, ну или под санкции, как мы их называем, под ограничение деятельности зарубежных. Так вот, сразу же начинаются обзванивать по клиентам этих кредитных организаций о том, что надо спасти денежные средства, банки попали, проблемы с наличкой, проблемы с наличкой рублями, проблемы с наличкой валюты и так далее. Мы продолжим разговор о приемах и способах обмана, а пока вновь предупреждаем, будьте бдительны. Принят закон специальный 408 ФЗ от 21 октября прошлого года, который позволит, он вступает в силу через год, то есть 21 октября этого года, он позволит активно взаимодействовать вот нашей организации Финцерт с ОМВД по поводу обмена данными в этой базе. То есть Министерство внутренних дел будет иметь доступ к нашей базе, эту базу пополнять теми сведениями, которые есть у них, и, соответственно, пользоваться теми данными, которые есть у финансовых организаций. Это, конечно, значительно ускорит процесс распознавания мошеннических операций, мошеннических схем. Продолжение следует...